Примерно 5 лет назад открыл для себя такое направление в рыбалке, как зимний спиннинг Именно на той речке, на которой мы сегодня находимся Приехали мы сюда сегодня со сон, чтобы попытаться плавить чук, окуня Естественно, на спиннинг, ну и так сказать, попробовать, постараться передать эту атмосферу рыбалке в глухозимье Потому что сейчас вот как раз конец января, и примерно с этих чисел, с этой поры до, наверное, начала весны Начинается самая трудовая рыбалка, потому что, ну и морозы стоят сильно, и снега уже к этому времени выпадает много Рыба, как правило, не активна Но нам деваться некуда, поэтому катаемся по подобным водоемам, по малым рекам, по разным участкам Кобуем, экспериментируем, пытаемся уговорить свою рыбу Кстати, сегодня мы не первый день на этой реке, приезжали сюда примерно полнедели назад Рыбалка тогда получилась короткая, буквально час-полтора из-за там плохого самочувствия Как-то без сна поехал на рыбалку, и ни во что хорошее, естественно, это не вылилось Поэтому сейчас вы увидите фрагменты той первой рыбалки И далее уже, как бы, переместимся в настоящее В общем, сначала будет первый день рыбалки, потом второй Желаю вам приятного просмотра Сон проверил? Нет Не знаю Не знаю Давай, 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 не травмируй Заглотил-то как Как он заглотил? Кто это там такой? Кто это тут такой? Что за шнурочек? Сколько кто уже здесь забросов на этой точке сделал, поклевок не было? Это будущее этой реки Да Прошли несколько стабильных обмотков, которые от рыбалки к рыбалке приносят рыбу И вот, наконец-таки, первая поклевка Такой уже третий, наверное, да? Третий подход? Да Наверное, пройдем сегодня не так много Будем подолго облавливать места То есть, максимум забросов в точку Под разными углами Там, разными приманками Потому что снега много И тут, конечно, в такой обстановке сильно не походишь Не поищешь Прямо по берегам Зеланды, на нижней бровке, можно сказать, классика Для этих мест Но тут еще, помимо всего прочего, обратка подкручивает И папа прокидал, можно сказать, таким микроджигом Но приманка 2,5 дюйма Поклевок вот не было Я чуть попозже пришел с 3,5 дюймами И вот сразу, можно сказать, на первых забросах Вот это я маленький разразил Да, понятно Да Приготовил, так сказать, все условия Ну, у меня еще там крупнее есть приманки На обратном пути пройдем Уже гофиши соберем Снега в среднем по колено И в этом плане хорошо, что местные рыбаки То есть иногда ходят здесь на рыбалку В основном они здесь ловят на журса И более-менее натаптывают тропу Ну или вовсе расчищают, когда есть такая возможность Вот даже здесь вот тоже замело Ну да, 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 здесь она Зимний спиннинг Как он и есть Обычно во второй половине января В феврале самые трудовые рыбалки Конечно, это все зависит от погоды Но в среднем Получается так Потому что Ресна уже начинает греть солнышко Рыба более-менее активизируется А сейчас мест Гербалки не так много Из-за морозов Ну и даже Если есть открытая речка То все равно не похоешь Потому что Ну, обычно Такое количество снега всегда Там торчит, да, он даже не был В том году ловили Бакен, бля Да, бакен поставили Сейчас пришли, получается, на сам мелководный участок В принципе, здесь джек не так эффективен Лучше, конечно, на воблер здесь плавить Я немного взял, тоже попробую Протяжка что-то была Тут уже вот Кромче-травы Ах, сошла Прям там Ну, под той бровкой Приманка я еще поставил крупнее Конечно, все относительно И 10-сантиметровая приманка Для речки такого формата И на шехлайтовых сносе Достаточно крупная приманка И вот уже второй раз стою на точку После отца Прям буквально сразу после того, как он облавливал Эти места я заходил на точку Уже с более крупной приманкой И прям с подхода получил две поклевки То есть, вот какая разница Между приманкой 2,5 дюйма И более крупными В размере 3,5-4 дюйма Погода, конечно, классная после снегопада Ветра нет Где-то минус 5 Может быть, минус 7 градусов Такая, но вполне себе комфортная погода Чух, конечно Ну, как это принято Лучше ловить отепель Но все оттепели Вот ближайшие Были очень снежные Поэтому только сейчас Могли добраться до речки Все, конечно, не активно Но, тем не менее Какие-то контакты все равно есть Второй день рыбалки Приехали на другой участок Чуть выше по течению Она в целом-то везде похожа Ну, то есть по ширине плюс-минус По скорости И течение тоже одинаковое То есть, такой, можно сказать, протяженный канал Единственное, выше по течению идет теплый сброс И поэтому, ну, вода здесь потеплее Чем вот на прошлом участке Также сегодня основная цель чука И, может быть, плелов в виде окуня Это что такое было сейчас? Надеюсь, было видно на камеру Здесь, получается, был сплеск малька Так, достаточно много его выпрыгнуло на поверхность Я кинул чуть правее приманку Как раз в столбость, где был основной всплеск И какой-то непонятный То ли подвис, то ли кого-то подбагрил В общем, рыба была нормальная И такой прям амплитудный рыбок был Интересно, все-таки это хищник дернул Или, может быть, какая-то белая рыба крупная прошла Потому что в этой, как бы, речке, насколько знаю Есть толстолобик и карп И вот мог о них задеть Ну и малек тоже мог эту рыбу большой испугаться Интересно Ах, это что такое? Как оно сошло? Прям очень аккуратная поклевка Рубь достаточно крупная была Нифига я ее не сдвинул так нормально Блин, уже вторая поклевка за сегодня такая Вот это я хоть более-менее подержал Прям такой аккуратный щипок, можно сказать У меня удочка, соответственно, до 14 грамм Но она получается универсальная То есть не джиговая И вот по нижнему тесту, конечно, контроль проводки Только получается визуальный И если, как бы, идет поклевка То ты вот ее уже в руку ощущаешь То есть даже какой-то там слабенький тычок Он в руку легко передается То есть отличаешь его от касания дна И вот на прошлой рыбалке Такие поклевки плюс-минус были То есть прям очень аккуратные Ну и сейчас тоже То есть прям буквально на грани восприятия И вот эта уже хорошая рыба была Не знаю Чего не так, почему не засекается Подтяжка была Поставь Ну очень жадно Что такое? Щучка Тоже под берегом Ну видимо вот она, малька стоит, пасет Ну вот такая небольшая рыбка Но опять же Так называемая глухая зимья Поэтому Главное, что в руках спиннинг Главное, что есть поклевки Конечно, ну по ощущению Вот это самая мелкая щука Из тех, что клевала Но так случается Рыбалка только, можно сказать, начинается Поэтому Есть надежда, что Сейчас Может быть получится поймать Кого-нибудь покрупнее Очень жадно съел С такой потяжкой Прям классный Интересно, что думает утка Что я хочу ее покормить? Ну я хочу просто отпустить Чучку аккуратненько Как-нибудь Вот так вот Как уже говорил в первый день Тактика у нас прежняя Это Ну максимальное количество Забросов на одной точке Под разными углами Разными приманками Сейчас вот укрупнился Поменял свет Поставил более яркую В этой области можно подзадержаться Потому что есть малек Есть поклевки Ну сейчас потихоньку Будем двигаться вдоль берега Но опять же не спеша Что-то мой щупу снял Я конечно все понимаю Я знал, что на этой речке есть судак Но конечно Я ожидал, что поймаешь ты его быстрее, чем я Учитывая сколько ты Здесь рыбалка У кого еще сколько ездить Рыбалка Кровью Мостесло Не просьешь Ну блин Вверховер Теплушки Судак Это что-то Ну Поклевка-то как была? Ну-ка давай расскажи Судартик Многие не верят, что здесь есть судак А все Как бы Фото поимок Говорят, что какой-то фотошоп Или просто там С другой речки прислали фотки Так Нормально съел Красиво Да, красивенький Все Пускаем Парни Для этих мест Судачок экзотика Потому что Ну как я и говорил Некоторые даже не верят Что здесь есть судак Потому что Ну Поимки прям его единичные Даже Можно сказать не верится Что в таком небольшом водоеме Есть эта рыба Хотя там дальше Получается Вот эти каналы Вытекают в такое большое озеро Где скорее всего Его достаточно много Скорее всего Он там вырастает крупный И даже наверное Есть пилогический То есть там даже Например можно С плановчиком полазить Ну а здесь Такая речка Можно сказать Совсем без течения Но В основной своей массе Это актерный Для судака Но Он тут Есть Вот так вот Ездишь на водоем Каждый год Но не знаю суммарно Сколько я здесь С выездов был За пять лет От того что здесь Лавлю наверное Ну Наверное выездов Двадцать Двадцать У отца Таких выездов Штуки наверное Три И ну вот так получилось Что судака Единственного Поймал он Раньше меня Ну Ну как бы рыбалка Тут Удача Может Ну все что угодно Там Обычно Как раз таки Кстати Вот я тоже Даже по себе Замечал Что в рыбалке На вещикам везет Приезжаешь в какое-нибудь Новое место Ловишь какую-нибудь Классную рыбу Или там Начинаешь осваивать Новые там снасти Там Новое направление В рыбалке И тоже Как-то Сначала все идет Хорошо Потом уже Начинаются трудности Но когда ты только что-то Начинаешь Знакомишься с новым водоемом Обычно все складывается Но неплохо Болота Блин Зались Давний зим Конечно Прям По пояс Могу сказать Почти Ну а что делать Хочешь Ловить Так что тропы Здесь почему-то Троп Нет Совсем Никаких Раньше этот водоем Был очень Популярен У любителей Зимнего спиннинга Но Насколько Я там Слышал Читал Что раньше Как бы он был Более богатым На рыбу То есть И щуки Были здесь Покрупнее В количестве И окунь Тоже Нормально ловился Но Как-то Со временем Становился Хуже и хуже И водоем Конечно Потерял свою популярность Потому что Оно и к лучшему Там как-то возможно Крепко восстановится Или там Будет менее Запрессингован Отвыкнется От приманок Будет лучше На них реагировать А я продолжаю Ездить каждый год Хотя бы на несколько Рыбалок Потому что Когда я узнал Про этот водоем На нем уже стало Все Ну относительно плохо И никаких там Теплых Воспоминаний А там Классного ловья У меня не было Поэтому Ну я привык Здесь к родовой рыбалке Поэтому для меня Особо ничего не изменилось Но кстати Со временем Вот в последний сезон Как будто бы Даже чуть-то лучше Становится Потому что Вот прессинг спадает И рыба Как будто бы Лучше реагирует На приманки Возможно Мне так кажется Возможно В такие дни Попадаю По более-менее Нормальной активности Не знаю Кстати забыл сказать Что судачок У отца клюнул С небольшим перегрузом То есть вот он ловит На 6 граммов И конечно Для этого участка Для этой речки Это многовато Потому что я отлавил На 4 И с ними Более-менее Сегодня рыбалка Начинали с того Дальнего моста Только в одном месте Нашли хоть какую-то Активность То есть там был малек Ну и соответственно Хищник более-менее Поклевал А больше по всей длине Но тут где были подходы Пробежался Больше особо Никаких контактов То и не было И сейчас у нас задача Добраться до того моста Наверное Он и будет Конечной точкой Маршрута На сегодня Здесь тоже есть Кое-какие интересные места Хоть и речка течет медленно Но все равно Есть такие вот стремнины Ускорения Обраткие Сейчас пойдем Вот обловим ее Ну и там дальше Пробежимся По этому участку следов Вообще никаких Это естественно Не значит Что сейчас здесь будет Раздача Что рыба здесь Как бы не тронутая Это значит Лишь что Придется полазить Потоптать Но если повезет Возможно где-то Наткнемся на скопление Но естественно Никаких гарантий Примерно такой путь Приходится преодолеть Чтобы сделать Хотя бы Несколько забросов Под мостом Такая интересная Стремнина Ускорение Ну интересно Наверное Только с точки зрения Эстетики Потому что рыбы здесь нет Наверное Только на мурмышку Что-то можно попытаться Поймать Какую-нибудь белую рыбу Ну а хищник Конечно Весь дальше Вот здесь прям Такой заметный Выделяющийся перепад Высот Ну и Такая локация Поклевок здесь Почти не бывает Но облавливаем Все равно На каждой валке Когда сюда приезжаем Потому что Ну мало ли Да и просто интересно Пробить реку Посмотреть Что изменилось за год Конечно Тут плаводика Как такового не бывает Но все равно Год от года Изменения есть И это вот интересно Ходить Смотреть Проверять Куда-то и отсюда Малек пропал Вот с участка На котором у нас Отцом были Все поклевки Потому что Вот буквально в обед Там Ну где-то в 10-11 часов Обычно Вот на этой речке В это время Идет выход рыбы Но больше всего Поклевок Больше всего Поймок происходит Вот сколько сюда езжу Обычно Всегда так вот И дальше прошел Такой приличный участок Там малька не видел Поклевок тоже Не было ни одной Мне вот сейчас вернулся Казалось бы Хотя бы Какая-то движуха Должна здесь сохраниться Да Несмотря на то Что выход Как бы прошел Но Малек куда-то спрятался Возможно В траву И хищник Что-то очень Никак себя не проявляет Ну такой вот Опять же Возвращаясь Ну глухозимья То что рыба Клюет короткими выходами Да поймать можно Можно поймать Хорошую рыбу Но 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 Конечно Штормалка Это трудовая Буквально в прошлом ролике Я говорил Что вот В Тверской области Много снега У нас его нет Но Буквально там Одна неделя Но может полторы Несколько снегопадов И все Уже тяжко конечно ходить Даже мне тяжело Надо было К сезону Все таки Этого Зимнего спиннинга Готовиться Хотя бы В зал там что-ли Походить А то блин Весь Грубо говоря Летний сезон Сидишь в лодке Там особо никакой Активности Физической нагрузки А тут конечно С берега Приходится Немало усилий Приложить Чтобы рыбу поймать Наверное Пора сдаваться Всего лишь Один выход Был сегодня И вот Последняя Поклевка была Одна Часов в одиннадцать И сейчас уже Три часа Активности никакой Здесь уже Получается Пришли в самые верха Где вот идет Сброс С ТЭЦ Здесь я еще не ловил И было интересно Посмотреть что-то по местам Какие условия В целом Есть место Для щуки Но Чему-то вот не клюет Возможно Как раз таки По времени Вот она сейчас Очень сильно привязана С этого водоема У меня уже есть Ролик на канале Сейчас здесь вот Оставлю ссылку Тогда мы ловили По-моему в марте Будем наверное Приезжать сюда еще На разные участки Ну и будем выбираться На другие речки В нашей области И сейчас конечно Часть из них Подо льдом Потому что морозы Были сильные Но со временем Будем выбираться Так что Всем спасибо за просмотр Увидимся на следующих Рыбалках Всем пока Иногда это самая Приятная часть рыбалки Да? Да Одна Из составляющих Успеха Сейчас сырнички С изюмом И бутербродики С колбаской Ну что Про судака скажешь Как ты его поймал На какую проводку Маджик Маджик Поймал Стучал по дну Сильно Мощно Что? Стучал по дну Говорю сильно мощно Да-да-да С перегрузом Перегрузом Для местного водоема С перегрузом Да Выгул конечно Что?